доброго времени суток всем зрители смотрите я что надел я принес одну плату а она оказывается не рабочая взял вторую она не рабочая принес третью там стоит поставил ее она мне два раза сработало и разобрался в чем дело скачки напряжения были блоки коммутации здесь вот такой вот стоит преобразовать который нам вырабатывают 24 вольта 110 пришлось его еще поремонтировать но так вот вот такое мое утро до сиди в туалете правда я не на унитазе эти все разбирал смотрел здесь видите какое пылятство творится и даже не побоюсь материться вот такой вагон пришел к нам передислоцировался другого города и это уже не первый раз к нам приходит в таком плачевном состоянии сейчас надо все переделать поделать по-нормальному вот это вот клеммная коробочка вместе с резинкой отдельно все там вот валялась там плюс еще было если бы тут все коротного между этими провода мне в блок коммутации сгорел это вообще бы жизнь была вот сейчас слава богу принес новую плату туда же светится на циферке но вам не видно тут написано 474 это норматив налива воды отсоса содержимого в чаши и долива воды после отсоса вот здесь тоже все в плачевном состоянии посмотрите какой уж если на изоленте на цеплях все так болтается а вагон уже сегодня прицепляется в новороссийск поедет 325 поезда вот здесь тоже все болталась сейчас буду все крепить все собирать все переделывать кошмар ну короче вот мое утро такое помимо электрики в этом вагоне с не котловой стороны еще вот такая картина наблюдается здесь стоял вот такой обратный клапан но к сожалению он забился грязи и пропускает должным образом давление накачивает насос останавливается и опять же травит и спускается сейчас придется ставить новый пришлось бегать за новым я сегодня полдня уже с этим вагоном мучаюсь надеюсь что это последняя поломка в нем потому что у меня еще есть вагоны куча ремонта еще плюс ко всему запросился проходящий поезд вот так вот сейчас надо перекрутить будет с него сгон надо будет перекрутить миллион посадить ну фитинг 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 то уже тоже какой-то весь там даже наверное резинки то с его все блин а было и фитинг сразу новый то взять ладно видно нет не видно давайте на свет все равно не видно а так в общем там грязи вон чё ну конечно ему хана будет и вот здесь еще ведь как лену неправильно накрутили он просто скомпался суда что здесь что здесь тоже так делает то деятели вот между прочим это коллеги с других городов и тоже работаю в такой же компании в какой я но однако посмотри что делается ладно работать надо не коллег обсуждать вот так вот чтобы не комковалась эту бабу мань надо увлажнить но смысле смочить какой кран тут тугой немножко смочили все у нас теперь пойдет по резьбе и не будет комковаться в конце иногда торопишься бежишь что-нибудь задумался по вагону раз эти амочкой такую подлянку устроили ну тут хоть ладно пустое ведро а то бывало в полное как врежешься раз льешь им тут полфитра и они тут на весь вагон и и даже такое бывает что здесь вот как затрещал это характерный звук правильно его работы сейчас он должен нам накачать 06 атмосферы давления и отключиться если не отключится то мы сможем здесь вот его подрегулировать там такая лапка идет электрическая с пружиной встречи определенным давлением отщелкивается и контакт рассоединяется ладно сейчас надо все на место садить что такое ё-моё счет такое отверстие большое такой смотреть маленький а здесь чё по наделали ой деятелей так ладно будем делать там такая внутри резинка прокладка и пружинка стоит вот эта пипочка стрелочки тут не видно что не вижу вам не видно стрелки короче стрелка показывают вот сюда налево это значит вот эта пипочка должна туда нажаться и обратно тут отскочить она вон туда попал мусор какой-то грязь вообще залипла я даже ее обратно пальцем давать не могу он насколько там всего забилось так я вообще не понимаю как этот вагон вообще ходил в рейсе как ты работала что-то он же он же просто взять у меня слов нет уже в другом городе ходил как-то его потом просто прицепили привезли нам с локацией не понимаю вообще каким образом что у нас почти накачал стяжку брать торчит эту надо будет откусить лишь к оливка да тут торчит волнистая какая-то перфолента первый раз ну что мы можем сейчас поднастроить или не можем опа перекрутил немножко давай вот назад сделаем не тот что сейчас у нас отключился он отключился смотрите на пять с половиной ну докручу сейчас тогда получается так это сделала на серединку на серединку на это не видно ничего вон пипка ходит на себя я ее сделал сюда он выключился на поле сейчас подождем а у меня нет времени ждать меня через час проходящий тогда увы я извиняюсь но надо собираться между прочим бронза меня многие поймут такие вещи не надо выкидывать ладно я через час проходящий начинать заполнить соответствующую ведомость номер вагона указывается указывается дорога приписки какой вагон какая причина поломки можно и мог я что-то сделать или нет то есть если я сделаю сейчас то ведомость надо будет подписывать если я не сделаю но выявлю причину то я составляю соответствующий акт осмотра в общем в общем работа есть и сегодня и выше крыши его со мной почему-то сегодня именно вот какая-то смена туалет на у меня одни туалеты какие-то сломаны 92 поезд номер дороги 093 ну это первые три цифры вагона означает его региональность так скажем какому регионам относится 27 917 сам бортовый номер вагона сибирская магистраль число конечно же сегодняшняя ну и видите засор магистрали слива устранение посторонних предметов опять же туалет даже в подходящем позе туалет словно сегодня туалет на вообще какая-то смена я уже даже знаете соскучился дайте чуть-чуть по электрике там не знаю электро обогрева посмотреть температурные датчики быть там не знаю водяные вакуумные насосы диоды но с платами поработал сегодня с утра но все равно они туалетный модуль сегодня такая смена пахучая туалет на пахучая смена вот тут кстати свет есть вот тут наверно видно будет не нифига не видно да хрен на него вообще ставлю тут для отчетности начальник начальником как чем и так я пришел 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 время ну да в 3 то ли в 3 23 то прибытие у состава но все равно минут за 15-20 я выдвинуть на вокзал потому что еще надо будет знать куда его примут на какой путь его объявят ну 10 минут 15 у меня еще точно есть в запасе я успеваю чай выпить туалет номер 2 что-то клапан что-ли подтекает нет ну на работает все на все а они и 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 зеленый работает с проходящим поездом сами видели пришли а поездной механик говорит что все заработал все хорошо мы еще раз посмотрели своим профессиональным взглядом как что я пришел на парке делаю дальше свою работу вот опять же унитазе вот такой вот квп клапан сливной с диафрагмой сломался там такая внутри пружина она износилась и он не перекрывает нам должным образом резинку так дайте нам дайте нам свет в туалете так систему я выключил тут все выключено что свет загорелся загорелся что же сейчас буду вынимать все это разбирать вот это вот кстати все прольется сейчас вся вот это вот обязывает как им дезодорация вся вот это сейчас у меня выльется на пол потому что я сейчас все выниму отсюда все разберут доберу это самое до самого сердца этого унитаза поменяем клапан сердечный ладно вперед какая прелесть вот он сам гадина вот сам клапан но тестировать его буду уже потом там в офисе название что офис сейчас поменяю вот на этот и вуаля что у нас тут шпильки выкручиваем это снимается надо еще как-то вынуть его оттуда будет болезненно хорошо прилипло даже не отходит в тысячу лет я никто не снимал отсюда вот он наш безобразник который плохо работает так вроде закрывает так вроде нет но чуть-чуть дырнешь он приоткрывается ладно поменяем так каем очки разные такая такая значит этот стоял здесь так это у нас низ получается да итак болты затянули наживили нет уже это затянули прежде чем ставить обратно на место шпильки и крепить его нам надо убедиться что у нас здесь все в каем очки вошло и пока я когда я буду затягивать по крайней мере чтобы у нас ничего не вылезло никуда иначе если вылезет то есть вот эти вот господа пассажиры будут со собой смывать и все это вот будет подтекать подтекает на пол и будет не хорошо будет вот это вот дозирующее средство вылилось на пол а у него такой запах специфический мне уже нос чешется короче говоря не очень комфортно мне тут работать в замкнутом пространстве маленького туалета а ночью делать все для пассажиров так подвинься парень мне нужны шпильки 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 давай сразу вставляем и все и делов начинается попробуй попади в отверстие цирковое представление поле за 2 шпилька наверх да и оттуда я уже положил себе под руку на пол ну что ну вот сейчас наживим барашки будем затягивать надеюсь ничего у нас тут не вылезет все ровненько как нам нужно ну чё ровненько еще раз пальцем пройдемся непонятно вроде отсюда смотришь ровно пальцем там проверяешь как бы вроде выдавил ее сюда может расслабить снова на место засадить на всякий случай перепроверить а то есть такие деятели бывали по крайней мере соберут поставят а он течет и они такие блин опять разбирать так ты лучше 300 раз проверь сразу чтобы у тебя ничего нигде не бежало прежде чем ты будешь ставить все это здесь точно попали все в пазл это ладно еще он вынимается отсюда достал его перевернул тебя все как на ладони спокойно себе работаешь а есть цельнометаллические унитазы они неразборные и получается ты прямо на месте вот в этом проеме вот в этом проеме вот в в этой щельки все это делаешь там вслепую встал вот так вот буква изю я тебе любовь ваню и стоишь там вот это вот перебираешься и вот эти шпильки там в этих неразборных унитазах очень неудобно ставить на место ну там немножко другая система но все же одну шпильку притянешь чуть-чуть на пару оборотиков вторая ну никак не поддается это надо тебе и держать и притягивать хочешь притянуть она у тебя вместе с шпилькой барашек крутится вообще неудобно в этом плане здесь что хорошо так достал поменял быстренько и поставил на место так ладно сейчас буду устанавливать проверять надо будет еще вакуум включить на утечку проверить мне не понравилось то что когда стал снимать здесь хомут стоит он был не затянут вот здесь вот хомут магистраль тоже был не затянут я стал снимать он у меня вообще тут вылетел надо было узнать кто здесь магистраль переделывал ну а чё по щам надавать выговор так прекрасно его было там крепить все это так удобно так активатор подцепили магистраль подцепили и он тут такой фонарик взял полстый я его еще и сломал там что-то отходит так ладно завожу сейчас будет отчет 20 секунд пока он протестирует там свои все клапана пока включится чуть-чуть такой затряслось а вот ни фига себе насос стоит там там более а у котла здесь замок от него затрес то что он завелся что себе я даже не понял сначала ну да работает красные лампочки моргает но пока 65 не накачает сигнальные лампы красные так и будут гореть а неисправность ну правильно потому что при малом давлении это не сработает все верно ну пусть потихоньку качает я сейчас буду с той стороны слушать главное слушать чтобы там у меня воздух нигде не травил ну а потом подцеплю воду пока качает подключу водичку и вперед будем проверять проверять ну здесь уже что-то булькает где-то что-то травит значит нехорошо это вообще нехорошо пулька перестала а так это в активаторе ой-ой-ой шланг слетел активаторе значит травит то все давление спущу смысл его качаю тут так ладно пока спрячу вообще активатор крепится там внутри но для удобства чтобы не каждый раз не снимать хорошо нужно его ставят сюда вот он сейчас сам смыл а знаете почему потому что в активаторе глоток воздуха остался когда был выключен скорее всего кто-то хотел тут нажать а он был выключен сейчас вакуум накачал должным образом и глоток воздуха порционный остался в активаторе он нам сработал на отсасывание клапана зачем я вам это все объясняю ну не знаю может вам интересно или вам интересно меня слушать как я работаю и бухчун как дед старый короче надо воду подцеплять все-таки мне пришлось его снова снять я его уже установил подключил все воду дал он у меня как потек скотина и вот здесь я во все пазлы попал как надо именно вот здесь вот он у меня и ручьем прямо бежит сейчас сниму обратно посмотрю в чем же дело обидно конечно но что как говорится даже гении путаются брак иногда бывает в работе я понял в чем дело господа зрители вот стоял барабан видите он даже отличается от него ну сам клапан немножко он другой у него вот здесь вот шире проем то есть он сюда в края входил ток и ток а этот когда я шпильки убрал видите он болтается то есть можно надавить на него он выпадет надо значит сам корпус двигать чуть ближе для этого здесь регулировочные болты есть и когда я на них обратил внимание то я посмотрел что тут вообще все болтается вот это вот что такое тут почему так болтается вот торчит даже он не закручиваешь значит мы сейчас подтянем ее и снова шпильками сдавим вернее мы тут расслабим шпильками сдавим сколько сможем подожди а ну да они отдельно идут вот эти вот сейчас мы их расслабим шпильками сдавим сколько сможем чтобы у нас тут не текло ничего затянем а потом сам же об этом говорил я налью сначала воду в него и проверю потечет у меня или нет а уж потом буду ставить на место хе-хе-хе сам же учитель года блин говорю как надо что да как сам такой же хе-хе-хе так шпильки поставил видите насколько ушло вот они были примерно посередине вон насколько ушло сдавилось и здесь хорошо плотно сдавилось вон как просела резинка да и шпильки я затяну вот так что у самого шпаляшки потекло с такой силой хе-хе-хе-хе сейчас будем проверять сейчас я его ммм просто переверну налью водички и посмотрю побежит здесь что-то или нет ну и вот теперь я уже с уверенностью могу сказать что ничего здесь не побежит дрянь какая дрянь кто смотрел мультик как и назывался фильм-фильм-фильм старый-старый-престарый советский так вот там говорили дубль 2 так она подходила и щелкала этой этой щелкалкой как они там в кино киностудиях то этих дубль такой-то номер такой-то кадр такой-то написано там вот она подходила все азаза бах вот и у нас так же дубль 2 азаза хе-хе-хе ну вот вода стоит никуда ничего не льется хе-хе зато клапан потек вот я собрал его вот сука и клапан потек ну вот вы знаете сколько мне сил надо было и трудов чтобы поставить все на место вот теперь смотрите какая зараза ой нехорошо больной какой-то унитаз ну бывает маленькая крохотная сыринка попадает сейчас что мы сделаем мы сейчас попробуем его промыть может эта сыринка промоется и он у нас должным образом закроется но вот это не дело то что вот он сикает это же потихоньку влага будет собираться здесь наполняться вот хе-хе-хе-хе как это сказать вас когда-нибудь выводил из себя унитаз хе-хе-хе хе-хе-хе а у нас и такое встречается хе-хе-хе хе-хе так ладно будем ждать должным образом давления и и что и пробовать промывать клапан вот мы его и промыли ничего не бежит нигде слава слава богу знаете я уже ну раза три наверное четыре промывал его я думал ну не останавливается ну все опять все снимать разбирать там так вот это все неудобно делать нет все таки хотя бы в данной ситуации господь на нашей стороне хе-хе-хе получилось его промыть он закрывается останавливается а мне же что собирать весь инструмент барахло и идти дальше сегодня у меня какой-то смена унитазная у меня вот сегодня в вагонах одни унитазы поломаны у нас конечно есть отдельные люди на этом всем которые занимаются именно унитазами откачка вот этого вот этой солянки что копится в баках накопителях во время поездки но сегодня работа очень много у нас еще плюс ребята магистраль перекидывают ну помните я вам в прошлое видео показывал ту трубу опять кидают на весь вагон и еще 17 вагонов таких надо переделывать поэтому сегодня я снова один работаю так ладно собираться надо ввалить этого вагона ну естественно проверить еще этот утечку воздуха смотрите входит она или нет но вот с этим она уходила он еще у нас не очень работает гад гад такой его еще надо будет перебирать но это уже наверное в другой раз да дай бог повезло что в наличии такие вот сборные целиком барабаны были есть еще такие железные огромные но их вот в наличии нет если бы была другая система тогда бы да что-то бы искать пришлось так ладно пошел и дальше я конечно извиняюсь перед теми кто решил этот ролик посмотреть попивая пивко или чай с бутербродом сегодня это видео точно не для тех кто решил поужинать позавтракать или просто перекусить хотите покажу вам пилетное отопление вот тут такой насос шумит вернее не насос шумит вот двигатель он дует сюда в воронку засыпается пилет это вот такая прессованная крошка с этих с пилорамы ну и естественно там происходит само горение ну ничего не видно ну вот сейчас вот замена такой альтернативы так сказать углю топиться пилетами здесь вот настраивается выстраивается температура в вагоне то есть если ты хочешь по пожарче в вагоне то здесь заслонка будет открываться чаще будет чаще засыпаться туда в топку крошка пилетная это вам всем на закуску чтобы не только унитазы тут смотрели а вообще время уже седьмой час вечера все уже цеха закончили давно и расходятся по домам вернее заканчивают смену а я все еще хожу по парку ремонтируюсь так мне вот в ту сторону сейчас надо позвонить парням узнать в каком они вагоне может им помощь нужна я вроде как с этими гребанными унитазами не закончил вон мои напарники коллеги с шуруповертом в руках сказали что помощи им не требуется они пошли там дособировать или разобрать что-то на завтра в общем готовят вагон завтра будет магистраль прикидывать значит разобрать чтобы завтра поменьше было уже работы так а я тогда что я выдвигаюсь в офис вот мой любимый напарник убежал на ТО-3 сдавать вагон который сегодня он дел не знаю получится нет под вечер заснять его вам хе-хе-хе-хе да вообще в принципе я тут не лица снимаю а саму работу и чем вообще занимаются люди на железной дороге вот видите вон кабеля лежат в общем вагоны ставят на заряд поставили на зарядку чтобы уже на посадке для пассажиров вагоны были заряжены если вам интересно напряжение здесь 110 вольт все же удастся заснять напарника в цехе где он там все делает все такое ну постараюсь заснять не особо там приветливо приветствую приветственно к этому относятся к съемкам в общем он он там вызвал меня иду к нему на помощь вот он этот тип гражданской наружности хе-хе-хе две дырки прострелили и все на этом на сегодня наши полномочия все хе-хе-хе как это работал Вадим? как сегодня смена? так пойдем пойдет скажи грустная перелетные полетели и ужасная перелетные птицы да полетели все уже ну что идем идем чай пить ну как я уже пил а ты уже пил? нифига себе это я значит заработался что-то сегодня понятно понятно а там это сода есть? ну а мне кажется что она уши отмывает ну я это и то потом это и отмою ну надо отмываться вообще тщательно ну в принципе как и всегда все на сегодня все на сегодня я надеюсь завтра не будет такая смена унитазная завтра магистраль опять делать? да я в курсе очень бы не хотелось конечно а того два завтра будет? а его же приостановили пока долги отдают раздают так сказать ладно будем отмывать чай попить да собираться ехать домой ну в принципе рано еще но ооо какая там женщина у меня в кружке да горячий чай попить посидеть полчасика и можно уже закругляться на сегодня я надеюсь проходящего поезда больше не будут запрашиваться и очень повезло сегодняшним с проходящим так как поездной сам его сделал и вот мы пришли чисто проверили что все работает своим уже профессиональным взглядом посмотрели дали оценку и поезд поехал дальше о напарник сегодня ходит улыбается девушка ему позвонила он сразу засиял цветок хе-хе-хе вот в таких вот потемках возвращаюсь домой смена закончилась досидели мы до конца от звонка до звонка как положено вот иду на автобусную остановку ничего не видно там дальше будут фонари огни так там хотя бы получше а так вот теменец просто сплошная ладно всем пока ролик заканчивается но только ролик дальше будут еще интересней я так надеюсь больше унитаза не будут не попадаться такие как сегодня все всем до свидания всем пока пока